Здравствуйте, друзья! Заветная мечта каждого мигранта это найти тот город и то место, где у него будет хороший доход и перспективная работа, а также наилучшие условия для своей семьи. Я для себя такой город нашел. Это город Сан-Катринс, который находится в провинции Онтарио. И сегодня я хочу рассказать как раз таки об этом городе, почему я переехал сюда и почему я считаю, что именно этот город является наилучшей опцией для семейной жизни в Канаде. Как я вообще оказался в этом городе? А оказался я здесь после того, как пожил в городе Ванкувер и в Торонто. Это два самых больших и крупных города и самых дорогих, нужно сказать, города в Канаде. И после того, как я приехал в Ванкувер, увидел, сколько там стоит недвижимость, квартиры, аренда, я решил переехать в Торонто вместе с семьей. В Торонто также цены не порадовали, плюс пробки, плюс суета. Работы было, конечно, больше, но и конкуренция была огромная. В общем, взвесив все за и против, мы решили переехать куда-то подальше, на периферию, и тут нам подвернулся город Сан-Катринс. Когда мы сказали своим родственникам, которые жили в Торонто, о том, что мы хотим переехать в город Сан-Катринс, на нас посмотрели как на полоумных. Потому что на тот момент о городе Сан-Катринс мало кто слышал, и те люди, которые живут в Торонто и Большом Торонто, до сих пор даже не знают, где находится этот город, что здесь происходит и вообще в какую сторону смотреть, чтобы приехать сюда. А город Сан-Катринс, это Святая Катерина на русском языке, находится в южной части Онтарио. Очень много людей переезжает сюда именно из-за климата, который является мягким по канадским меркам. Летом здесь средняя температура достигает 25, ну может быть в летние жаркие дни 28 градусов. Ну а зимний период вот сейчас у нас средняя температура это 0 градусов, а самый холодный месяц это январь, и температура опускается до отметки минус 5. На самом деле разница в климате чувствуется, даже по сравнению с Торонто, не говоря уже о таких северных городах, как Берри и еще севернее Мускока, например. Зимой в этих районах температура всегда на 3-4 градуса ниже, и это большая разница. То есть у нас здесь, конечно же, теплее, а все это происходит из-за того, что регион Ниагарский, где и находится город Сан-Катринс, он расположен выгодно между двух озер. И это создает тут такой своеобразный микроклимат, когда температуры зимой очень редко опускаются за отметку минус 5. Если мы посмотрим на карту города Сан-Катринс, то практически город можно разделить на три части. И я сейчас хочу поговорить немножко о том, где все-таки лучше жить семьям, пожилым людям, ну в общем тем людям, которые переезжают сюда. Лучшая часть города Сан-Катринс это, конечно же, северная часть. Находится она на побережье озера Онтарио. Здесь очень много велосипедных дорожек, природа просто великолепная. Куда ни посмотришь, везде зелень, деревья, парки в пешей доступности, что очень важно. То есть не нужно садиться на машину и ехать в другую часть города, чтобы сходить в парк, погулять с детьми. Можно дойти до любой лесополосы, парка, какого-то трейла за 2-3 минуты, ну максимум за 5 минут. Если вы живете в северной части и именно район, который я хочу порекомендовать, называется Lake Shore. Южная часть города Сан-Катринс расположена недалеко от больницы. С одной стороны преимущество то, что эта часть города находится ближе, скажем, к Гамильтону или уже к Торонтоу для тех людей, которые путешествуют туда. С другой стороны, конечно же, там нет вот такой природы, такого озера, которое есть в северной части города. Раньше я жил как раз-таки в южной части, там довольно много строящихся районов. То есть это плюс, если вы хотите приобрести более новое жилье, например, или люди просто переезжают, хотят более новые постройки, это будет как раз-таки в южной части, потому что в северной части преобладают дома более старых годов постройки. Однако многие люди перестраивают дома старые, сносят иногда и строят новые. Также это присутствует. Если говорить про центральную часть города, то для семейной жизни она не подходит, и я обычно не рекомендую селиться там. Однако те люди, которые снимают, например, недвижимость, зачастую селятся там, потому что все-таки аренда вот в такой части города, она будет дешевле. Ну и иногда, конечно же, покупают, потому что есть разница, либо купить в престижном районе, где она будет стоить гораздо дороже, и купить недвижимость в таком среднем и, прямо скажем, плохом районе. Местами может быть неухоженно, грязно, и даже бездомных вы можете встретить. Вот в такой части города, конечно же, недвижимость будет дешевле. Следующий плюс города Сан-Катеринс, который я хочу упомянуть, это, конечно же, цены на недвижимость. Вообще, если брать, скажем, радиус в 2 часа езды, грубо говоря, 100 километров от города Торонто, то Ниагарский регион может похвастаться самыми дешевыми ценами. Исторически в регион приезжало не так много людей, регион не развивался такими темпами, как он начал развиваться в последние годы. Все это сказывалось на цены, которые исторически были здесь довольно низкими. В последние годы, особенно во время пандемии и сразу после, суда устремилось огромное количество людей. И все это привело, конечно же, к бешеному росту цен во время пандемии. И недвижимость взлетела в цене. Дома здесь стоили в то время и по 800, по 900 тысяч, миллион долларов. И я даже далеко не говорю про новые дома. Вот обычный средний дом, средняя цена. Сейчас же, конечно, цены устаканились, все успокоилось, вернулось все на круги своя. И цены вернулись в нормальное русло. То есть, отдельно стоящий дом в хорошем состоянии можно купить примерно за 700 тысяч долларов. Это я говорю про хорошие районы. Конечно, можно купить домы дешевле, есть также тонхаусы. Но, в общем, разброс цен, скажем, от 400 тысяч долларов до миллиона и плюс, конечно же, смотря, что вы хотите. Но каждый человек, я думаю, что сможет найти себе ту недвижимость, которую он хочет. Что касается аренды недвижимости, также Сан-Катринс выгодно отличается от Торонто и Большого Торонто, GTA. То есть, Торонто это миллион плюс, а здесь это 700 тысяч долларов. И аренда также в два раза дешевле. Здесь можно снять двухкомнатную квартиру в районе 2 тысяч долларов. Ну, а в Торонто такая же самая квартира будет вам стоить где-то в районе 3,5 тысяч долларов. Ну, то есть, это большая разница и многие люди приезжают сюда именно из-за того, что здесь доступная недвижимость. Что касается работы, вот я уже предвижу комментарии. Люди будут писать о том, что нет работы у нас здесь в регионе и в городе Сан-Катринс, поэтому здесь все и дешевле. Сравнивать большие города Канады и Онтарио с Сан-Катринс в плане работы просто неуместно. Конечно же, здесь не будет такого большого количества работы, как в больших городах. Однако, как я уже и сказал, каждый делает выбор за себя. Кому-то важна работа, кто-то может найти работу быстрее в большом городе, а кто-то наоборот может найти быстрее работу и более высокооплачиваемую работу как раз-таки на периферии. Как это произошло и у нас в семье, когда супруга нашла работу здесь гораздо быстрее, чем она смогла найти в городе Торонто. И многие люди, переезжая сюда, обнаруживают, что здесь легче найти работу, просто потому что нет такой бешеной конкуренции, как в больших городах. Где люди работают здесь? Конечно же, это область медицины, конечно же, это сфера услуг, все, что касается магазинов, ресторанов. Но это уже о туризме мы больше говорим, все это очень здесь развито. Многие люди работают на перевозках также. Ну и, конечно же, строительство. Если человек не находит работу здесь, то многие люди, выезжая в другие города, которые находятся здесь недалеко, рядом на Agro Falls, кстати, большой туристический город, где огромное количество позиций, связанное с туризмом. Также есть Hamilton, который находится в 40 минутах езды от Торонто. Я знаю, многие люди ездят туда на работу, что, в принципе, не так плохо, потому что 40 минут. Ну, если мы говорим про Торонто, иногда люди ездят с одного конца города в другой, конец города. Это занимает у них там полтора часа, например, с пробками. И вот, кстати, большой плюс города Сан-Катеринс и всего Ниагарского региона, это отсутствие пробок. Для меня это сыграло, так скажем, огромную роль в свое время, когда я переезжал из Торонто. Потому что застряв несколько раз вот в этих нескончаемых пробках в Торонто, я понял, что это не для меня. Я не могу проводить, скажем так, значимую часть своей жизни в пробках. Поэтому я и переехал туда. Одна из причин. Также здесь есть прямой поезд, который за 2 часа примерно из города Сан-Катеринс может отвезти вас и в Гамильтон, и в Бурлинтон. И конечная станция будет Union Station в Торонто. Что касается образования, есть опции. Я недавно узнал, что в нашем городе находится школа с самым высоким рейтингом по Онтарио. Это школа Applewood, которая находится в городе Сан-Катеринс. Что касается детей постарше, школа Eden, которая находится в северной части города Сан-Катеринс, также считается одной из лучших в Онтарио. Также у нас в городе есть университет, это Brock University. Тоже пользуется популярностью. Огромное количество студентов там учатся и из города Сан-Катеринс, и из других регионов. И также студенты, которые приезжают сюда на учебу из-за границы. Если вы хотите учиться в колледже, то такая опция также существует. Не в городе Сан-Катеринс, а рядом. Город Вэллон, в котором расположен кампус колледжа Niagara, Niagara College. Это 20-25 минут езды на машине, или можно брать автобус. Вкратце все, но это действительно вкратце. Если вас интересует более обширная информация, более детальная, вы всегда можете связаться со мной. Мои контакты вы знаете, они всегда расположены под этим видео. Спасибо вам за внимание и увидимся в следующий раз.